Поехали, там три Б, и тут контр-раунд, сразу же играют, это фейк, что они творят, вообще великолепно у героев сейчас все будет, да, прописали здесь немножечко Асилион, а нет, возвращается второй на Б, но уже забирают стопера, жесть. Это был мотивационный лящ, по-другому это не назовешь. Жестко, да, такое вытащить сейчас очень сложно, ну, конечно, теоретически возможно, но... Ну нет, Адам Фрайберг, есть минус, размена от Эйбла. Там как раз не хватило еще одного игрока на банане, вот не вовремя выпали, не было... Ну, ты сам здесь так уходит, Скафеля понимает, что агрессия здесь ни к чему, лучше сыграть на Верочку, ну и, собственно, это момент, который позволит с большой вероятностью геройкам одержать победу в этом раунде. Асилион Мерц еще по минусу, остаться в турнире и ждать проигравшего пары Spirit против WinStrike. Это завтра, как раз первые матчи финала Ленров. Вот тебе и быстрая атака на Афлент, Мерц уже делает первый минус, Эйбл сбривает, постараются героик ворваться на базу максимально быстро, ну, по-моему, у Юрика шансов не особо много. Как Авик в такой позиции оказался, вот он, к сожалению, и не там, и не тут, и открыт, и просто вот не ожидали такого жесткого врыва от героя, хотя это даже не три банана, то есть три игрока оставалось на Апленте. Пытались действовать, ну, скажем так, с позиции силы. Пошел первый минус, поджим ковров, на этот раз здесь все хорошо для атаки, вот уже вдвоем работают, и все равно проблемы со ступеньками. Здесь Юрий, и узкое пространство не дает разменяться, нормально, и минус два, ну, парни, ну, только что обсуждали. Ну, казалось бы, все хорошо, а вот один Юрий взял и развалил. Игрок на холпе. Он холпе или в тупичке? Я не обратил внимания. Так, четко, проверил, будет для размен. Мерц последний, попадает по ноге к Сирата, попытается добить, нет, но тут уже все очень плохо. Тут и бомбу можно не поставить, оружие я не поменял, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну все, тут no chance. А где же... Что? Не заметил? Вот это дар! Если мерц его забирает, смена девается. И все, зум включите, там банан. Один на один против Юриха. Итак, момент истины для команды Фурия и Спорт. Шаги от взятого раунда, и Юрих его забирает. Да, бомба в яме, и это тот момент, который заставляет задуматься. Арт, вот это выстрел. В дыму находит Адама Фрайберга. Команда героев отправляется в укрепление Фурия и Спорт. Ну вот из-за того, что банан не занимали, там не могут никак выкануть, даже в меньшинстве. Там одну гранату накинь на Б, уже двух одного ты точно стягиваешь с точки, а пока ты просто идешь на кучу прицелов. Но это жесть. Это вот и ошибочки от героек. Ну да, четко под флешки работали бразильцы в этом раунде. Асилия мы забрали в коврах. Ну и дальше шансов особо не оставляют. Эйбл забирает мерц, и последний блэйм. Ну вот знаешь, не до конца понятное решение. Возможно, это попытка навредить экономике соперника. Попадает по Адаму Фрайбергу, а дальше уже разрулили парни большинство. Мерц. Вот и банан, вот сразу же, сразу же вспомнили банан. Проблемы у Фурии Спортс. Стяжка с базы Б только сейчас начинает двигаться на помощь. Потеряли уже Эйбла в пунте. Остается Арт, но Арта должны запирать. Вот это то, что мы ждали, Юрих. Да ладно, как он засейвил? Что вы тут? Понимаешь, проблема в том, что Юрих сделал два минуса, а Арт все это время не мог собраться и сделать хотя бы один. Но в итоге 2-1. Ситуация для Вени не самая лучшая. Вот стабильности этому парню не хватает. Он дважды, а то и трижды промахнулся. Бразильцев, две снайперские винтовки. Фомас, Юмпишка и ЦЗшка. Арсенал девайсов далеко не самый лучший. Точно так же Арт умирает, как в прошлом раунде погибал его тиммейт. Флешка сработала, но у Мерца в нужном месте был прицеп. Потеряли игрока и убежали. Банана и, в общем-то, вновь он под контролем датских игроков. Ну что, Юрий очередная... Это смешно уже. Бразильцы постараются выиграть эту базу. Лучше в следующем иметь все девайсы и сыграть, чем вот сейчас так жестко рисковать. Не по шансам атакуют, но посмотрим. Возможно получится. Сгайдер-стег, это хорошо. Четко, банан отрезан, но ворвался. Фрайбер ключевой минус дает. Хотя... А тут как потащить... Диффуз! Диффуз будет, красавцы! Все-таки вы правы, парни, но это был тот риск. Идеально. Ой, какие красавчики, конечно. Знаешь, на самом деле ситуация выглядела просто без шансов. Эта статистика, которую ты озвучил, это заставляет задуматься и присмотреться к этому парню. Да, заберут. Это потенциальный новичок для команды СК, если, опять-таки же, кто-то из парней не сумеет себя реализовать. Тем временем выход на главку. И, опять-таки же, быстрая атака от героя к направлению Аплента сработала. Ну, там Эйбл остается, да, дает минус. И отлично выпадает, вот Эксерат дает свой второй фраг. Это выбивание, до этого взято экономически, это то, что может сломить команду героев. Та же самая история. Будут играть хорошо, вот почти-почти, еще чуть-чуть-чуть, и вот этого чуть-чуть не будет хватать. Начинается выход на двух игроков обороны. Посмотрим, успеет ли третий на хелпу. Ой, как хорошо! Винни, Винни, что ты творишь? Ну, знаешь, долго просыпался Винни. На протяжении огромного количества времени у этого парня был всего-то навсего один фраг. Но как же четко он установил этот выход на базу Б? Да, Винни красавчик. Ну что же. А вот и 6-5, а вот и выход вперед для ребят из Фури. Кстати, что-то коварное придумали героики в этом раунде. Есть огромное количество дымов. Постараются с помощью раскидки вскрыть оборону базы А. Но вот что-то пошло не так. Ну, единственное, что сумели сделать, это занять клау. Ну, тут нет, не хватит мощности. Просто вот сейчас что-либо сделать на точке. Их просто эти девайсы сметут со всех позиций. Вот можно... Ай, не получилось. Два в пленте, один в тюрьме. И стак, ситуацию выравнивает. А знаешь, если за... Нет, не получилось. Да, если бы был плент... Забериарта в пленте, это было бы очень круто. Но как же своевременно пришел. Забериарта на помощь. Осилен. 1 на 1 против Винни. 16% против Соточкину. Это, конечно, изикатка для бразильца. Да, Винни это вообще, по-моему. Он с закрытыми глазами тут разобрался. Знаешь, я из того, что увидел, я ни одного ретейка банана не видел. Так, Юрий, посмотри, что творит. Даже попытки. О, какая беда. Как же залетело из тегу. Юрия в Соляново закрывает выход команды героек на Аплэн. Во-первых, за командой Фурия. Во-вторых, конечно же, за этим молодым дарованием. Хаешечка будет ли минус мерс? Да, Ксерата четко закидывает трехочковую. Заходят вдвоем безразмерно на точку, ставят бомбу. И потом 2-3 тащат. Но учитывая то, что в спине уже есть игрок. Нет, это изикатка. Просто спину уже зашли на банане и выбили бомбу. Это беда. Так, ну что, драка на банане намечается. Ксерата, снайперская винтовка. Не промахнулся по Адаму Фрайбергу. Момент, когда героики, не потратив гранаты, уже потеряли Адама Фрайберга. Итак, контрагрессия от Винни. Попытка ворваться на кафель. Есть один минус. Ну, дальше вроде бы ситуацию героики исправляют. Ну, давайте смотреть. Куда молик пойдет? Так, врыв. Да, ну ладно. Юрий Сантос. Юрий Сантос, запомните это имя. Те, кто присутствуют на данной трансляции. Темная на базе Б. Но при этом попытка агрессировать. На втором миде прощекали мерца. Винни делает первый минус. Окей, первая пошла. И вот под эту флешку. А, первый налево повернул. Ну ладно. А как? Как он это делает? Как вообще они это делают? Это просто фантастика. Ему уже хедшот залетел. И тем не менее он поставил. И как все переворачивается. Тут от провала до потащили раунд было вот... Так, подожди. Юрий же один против троих. Казалось бы перекрестный огонь. И стэк попадает по голове бразильца. А там не было денег-то хотя бы пару эмок взять? Деньги есть. Потому что казалось, что ребята все понимают. У мерца были деньги даже на снайперскую винтовку. Он остается с МП девятым. Итак, Фрайберг отъехал. Мерц с фармганом. Замечен и без оружия. Да, это очень редко работает. Вот эти пять фармганов. Три хаяшки на банане. И это зеленый свет для Фурии Спорт. Форсировать события ты можешь. Просто, наверное, не так качественно, как хотелось бы с установленной бомбой. Оставляют два фармгана. Ну и докупают еще два девайса. В первой половине там же было 4.0. Ну и там был полный экономический, да, третий оружейный. Но об этом попозже. У нас небольшие размены в шарте. Фурия в меньшинстве. Ковры Фрайберг должен забирать. Так, а вот если Фрайберга заберут, это два в два. Нет, а там хоронят Юриха. Арт один против двоих. Два фармгана. Но с большой вероятностью... Бомба поставилась. Хотел сказать, не даст нас так поставить бомбу. За 20 сыгранных раундов у тебя 115 АДР. Это мощно. Ну что же, entry kill от героек. Прочекали уже и мерца. Есть инфа и по второму игроку. Успевает и осилен сюда подтянуться на помощь. Ну и что, начинается выход. Три шорта и арт на коврах. Ну, готовы вроде бы. Да. Да, герои готовы к этому выходу. Вау. А вот это интересно. Правда, количество здоровья оставляет желать лучшего. Два в два ситуация. Это 8,1% здоровья у игроков Фурии Спортс. Да буквально одна хаешка в плен. Сейчас все может зарешать. Но есть только смок. Минус от блэйма. Процент у Эйбла. Ну, только невероятные минусы. Смена девайса. Это АВП. Здесь шансы появляются. Первый минус есть. Будет ли второй? Эйбл? Нет. Четко продавил. И стэк последнего бразильца. И очень медленно атакуют бразильцы в этом раунде. Вот там у Винни хорошая позиция. Все-таки продавили игрока, который должен там заниматься. И Винни. Ой, Винни, Винни. Винни разобрался. После определенной серии раундов. Вот эти паузы. Я уверен, это неумышленные паузы от бразильцев. В ключевых раундах и герои, и Фурия. Уже после того, как они увидели, как играют. Драка за банан. Наконец-то мы дождались. Тут без шансов. Но есть еще один игрок. Это Блейм. Два минуса в его исполнении. Он по-прежнему сотый. И готов драться со всей командой Фурии Спортс. Фурия устраивает размены. Надо возвращаться назад. Посмотрите на позицию. Эйбла, он сам пошел дальше. Здесь Фурия должна действовать максимально сваженно. Если потеряют игрока при выбивании позиции Адама Фрайберга, нет. Все четко. Два в два. Ошибка от Мерца. Винни его забирает. Последний Блейм. По сути, это герой, который в какой-то момент выровнял шансы. Да, у него будет плюс 1900. Это 4700. Хватит на дроп. 1400. 1900. 2400. 2900. Да, все правы. Это было бы, если бы это было начало игры. Так, размен оглавки. Опять-таки же, нет, уже хорошо. Это размен в пользу команды героек. Мерц забирает ксерата. Два красных. Большие пески. Посмотри, там три игрока. Фурии Спортс. Ой-ой-ой. Если Блейм сейчас хотя бы фраг не сделает, наверное, шансов вообще нет, учитывая ХП Мерца. Ну что, не смотрит даже. Разменчик. Эстага никто не может разменять. Вот это да! Какой важный раунд для героев. По итогам 2018 года обожает ходить на базу боя и действительно там громить своих соперников. Итак, Блейм есть первый минус. Посадки забирает ксерата. Ну это фейк, судя по позициям первого и пятого. Но очень неудачный фейк. Почему в конце? Почему в конце мы пытаемся фейковать и действовать как-то поодиночке? И очень сложный фейк. Это тот фейк, когда ты запускаешь на игрока на точку, а там он всегда может получить. Ну ладно, посмотрим. Сплит выход на базу боя. Ошибка от эстага. Ой-ой-ой, тут все, это минус будет. Вообще даже одного не забрал. Все. А вот и 2 в 5. Это ГГ. Это выбивание. И проигрывают его. То они с пистолетами. Они с пистолетами на последний. Все-таки идут, но посмотрим. Это один на один. Времени мало, надо сейвить Алик. Да, до физки-то и были, но опять-таки же слишком долго двигались по банану. Пару гранат, конечно. Ну и Ави, который засейвил Мерц. Так, вот она первая ошибка. Фрайберг погибает на главке. Не сумел перестрелять Арта. А вот Мерц ситуацию исправляет. Вот ищет фраги. Молодец парень. Пошел далеко под жалпу. Сейчас поменял позицию. Но правда уже... Заметь, это повторно. Смотри где. Слышит из тага. Ну вот здесь МАК-10 против игрока с легким армором. Это изи катка. Мерц последний. Единственный, кто сделал убийство в этом раунде. Снайпер команды Пурия Спорт. Эту ситуацию исправить не смогут. Браво, Пурия. Здесь можно только поаплодировать, как они вот смогли переломить эту игру. И не то, что переломить, а просто жестко собрались и вытащили.